В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зыганшина. Бюджет Самары может быть увеличен за счет неиспользуемых резервов. Об этом глава города Олег Фурсов заявил на своей первой пресс-конференции по итогам первых трех месяцев, работая в новой должности. Глава администрации затронул практически все сферы муниципальной жизни – городского бюджета, ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог, фасадов. Городской бюджет может пополниться на 1 миллиард рублей за счет экономии бюджетных средств, рассказал на своей первой пресс-конференции глава администрации Самары Олег Фурсов. Экономить мэрия намерена в первую очередь на себе. Будут снижены расходы на приобретение ГСМ, телефонную связь, констовары. Будет изменена структура администрации города. Вместо 21 департамента останутся работы 14. Коснутся изменения и работы муниципальных предприятий. Им предстоит сократить объемы субподрядов и большую часть работ выполнять своими силами. Существенная экономия бюджетных средств возможна при проведении торгов. Первоначальная цена контрактов может быть снижена на 10-15%. Дополнительным источником городских доходов могут стать отчисления от патентов с иностранной рабочей силы. Они составляют 18% от суммы, собранной Федеральной миграционной службы. Есть еще неиспользованные резервы, которыми мэрия намерена грамотно распорядиться, поделился глава администрации. Мы получили право распоряжения землей, вы знаете. И я планирую с этого года начать торговать на электронных площадках, на аукционах, участками земли под застройку. Вот по самым скромным таким оценкам продажа 10 площадок под застройку может принести в бюджет города напрямую от 2 до 5 миллиардов рублей. А таких площадок можно подготовить достаточно много. Причем моя позиция заключается в том, что эти площадки могут осваивать не только самарские компании, но и любые другие. Например, уже более 20 инвесторов изъявили желание принять участие в восстановлении фасадов исторического центра Самары. Неважно, где зарегистрирована организация, главное, чтобы она качественно и в срок выполняла работу, и не было нареканий от жителей, уверен Олег Фурсов. Вообще, состояние города и его содержание – задача номер один для всего муниципалитета. К слову, впервые за многие годы асфальтовые комбинаты начали работать на месяц раньше. Так что срочный ямочный ремонт, предшествующий глобальным работам на дорогах города, тоже начнется раньше обычного. В этом году комплексно будут отремонтированы больше десятка улиц. Среди них – Огибалово, Венцико-Рабочие, Маяковского, Мариса Тереза. Запланирован ремонт заводского шоссе Южного моста. Кроме выделенных денег из вышестоящего бюджета и собственных средств, мы планируем привлечь дополнительные источники, порядка полутора миллиардов рублей, и взять дополнительно на ремонт заводской шоссе. Проектно-сметная документация по этому шоссе должна выйти буквально на днях. Там порядка миллиарда двухсот миллионов рублей оценивается реконструкция. Там будет освещение организовано. Там будет организована ливневка и будет хорошее дорожное покрытие. В приоритете – развитие жилищно-коммунального комплекса. Грядущее лицензирование управляющих компаний позволит оставить на рынке только добросовестные организации. Обязанности двоечников будет выполнять муниципальная управляющая компания. Сейчас ведется работа по ее созданию. Для того, чтобы жители не пострадали, нами принято решение о выделении пока 50 миллионов рублей для создания на базе двух муниципальных предприятий. Предприятия, которые будут выполнять функции управляющих компаний, которые выпадут после лицензирования из процесса организации жизни наших жителей. Такую работу мы начали уже вести. И смею вас заверить, что к осени мы здесь порядок на видео. Моя задача – постараться максимально вернуть в муниципальную собственность то, что было роздано. На встрече с журналистами глава администрации заверил, что подобные встречи будут проходить регулярно. Жители должны знать о работе, которую ведут власти Самары, резюмировал мэр. Мариана Мирная, Сергей Баскин, Артем Сулайманов, Константин Головин. События. К другим темам. В поселке Управленческий средь Белодня с высоты третьего этажа на землю рухнул балкон. К счастью, никто не пострадал. По словам хозяев квартиры, балкон начал рушиться, еще семь лет назад. Жители неоднократно жаловались в свою управляющую компанию, но реакции не было. Балкон в квартире, как известно, очень функциональное место. Некоторые сушат здесь белье, некоторые хранят автомобильные колеса. Но все же перед тем, как сделать шаг на балкон, убедитесь в том, что он на месте. Эти кадры были сделаны за несколько часов до нашего приезда. Тяжелая железобетонная плита держится на гнилой металлической арматуре и буквально нависает над головами прохожих. Обрушение произошло в районе полудня. Хозяйка квартиры Светлана Сумина с детьми как раз была дома. Сразу после обрушения балкона, рассказывает Светлана, она стала звонить в управляющую компанию. Но на другом конце провода трубку не брали. Только после обращения в районную администрацию, управляющая компания отреагировала и выслала аварийную бригаду. По словам хозяйки квартиры, балкон начал разрушаться еще семь лет назад. С того времени пользоваться им перестали. О том, что конструкция нуждается в ремонте, в управляющей компании «Содружество Мой дом» знали. Об этом им не раз сообщали владельцы квартиры, другие жители дома и сотрудники почтового отделения, расположенного на первом этаже здания. И в управляющую компанию обращались, и в администрацию района обращались. Сказали, что производятся какие-то обследования, работа какие-то. Длительное время представляла опасность. Здесь проходная зона, и люди в подъезд заходят, проходят именно здесь все это. Представляла опасность. И я сегодня была вот до сих пор, я еще под впечатлением, что слава богу, никто не пострадал. Чуть позже к месту ЧП прибыли представители администрации района. Они пояснили, балкон является общедомовой собственностью, и ответственность за его содержание полностью лежит на плечах управляющей компании. Сейчас совместно с управляющей компанией, с департаментом ЖКХ городского округа Самары будем принимать меры рассматривать возможность восстановления плиты балкона для того, чтобы жителям в дальнейшем, то есть в нормальном виде, эксплуатировать данный балкон. В результате падения балконной плиты пострадало и окно в квартире этажом ниже. Подобных ситуаций, заявляют в районной администрации в поселке Управленческий, до этого случая не было. Теперь контроль за деятельностью управляющих компаний обещают ужесточить. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. Новая техника выходит на уборку самарских дворов. В ведении управляющей компанией жилищно-коммунальной системы находятся более тысячи домов в четырех районах областной столицы. Чтобы работа по их содержанию стала эффективнее, компания закупила новые спецмашины. Погрузчики уже вышли на помощь коммунальщикам. На борьбу со снегом во дворе на улице Карла Маркса вышли дворники и тяжелая техника. Новый современный погрузчик может справиться с расчисткой двора за полчаса. Мощнее техника, легкоуправляемая. Так что, я говорю, комфорт в кабине. Как видите, можно в рубашке работать. Всего в этом году управляющая компания жилищно-коммунальная система закупила четыре таких погрузчика. Техника универсальная. Зимой могут убирать снег, летом и весной развозить щебень, чернозем и песок. Автопарк пополнился телескопом для высотных работ. С его помощью специалисты смогут трудиться на высоте девятиэтажного дома, очищать козырьки от сосулек, убирать снег, опиливать деревья. Закупили и дополнительное навесное оборудование. При помощи щетки с увлажнителем летом убирать пыль будут эффективнее. Чтобы перерабатывать сухие ветки после опиловки деревьев, есть несколько дробилок. Еще одну новую купили этой зимой. Всего на закупку новых машин компания ЖКС направила порядка 15 миллионов рублей. Мы продолжаем мероприятия реализовывать, направленные на улучшение обслуживания жилого фонда, который находится в ведении ЖКС. Несколько единиц техники были приобретены в прошлом году, но этой техники оказалось недостаточно, поэтому в этом сезоне мы ее продолжаем докупать. Всего в арсенале ЖКС более 50 специальных машин. 20 из них снегоуборочные. В течение нескольких лет компания планирует обновить весь парк техники. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Более 20 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявили сотрудники областного наркоконтроля за 12 лет своей работы. Благодаря успешно проведенным операциям пресечена деятельность почти 300 организованных групп и 8 преступных сообществ. Чтобы задержать преступников, проводятся целые операции, в которых участвуют бойцы специального назначения. Эти парни легких путей не выбирают, не пускают в дверь, они зайдут в окно. Послушное поведение преступников на задержании – обычное дело. Спецназ появляется более чем эффектно. Преступники, застегнутые врасплох, даже не соображают сразу, куда бежать и в какой стороне дверь. Правда, бывает, что сотрудники встречают и сопротивление, иногда вооруженные. Дурак только не боится. Все боятся, почему нет. Потому что, а вдруг он не боится, а сидит готовый с ружьем, грубо говоря. Потому что, когда разбиваешь окно, там, как правило, есть еще и шторка. То есть, не видно, что происходит в комнате. И, ну, определенный, страх, не страх, я даже не знаю, как это сказать. После того, как бойцы в считанные секунды обезвредили человека, в дело вступают четвероногие сотрудники. Если в помещении есть запрещенные вещества, даже в самых маленьких дозах собака найдет их потаенное место. Собаки в кинологической службе наркоконтроля способны не только отыскивать наркотики, но и задерживать преступника. Такова их собачья работа. Железная хватка, острые зубы и бесстрашный характер. Две бельгийские овчарки, малинуа, полноценные сотрудницы спецназа. Для них задержание всего лишь игра и всегда удовольствие. Даже наркотики ищут только ради того, чтобы потом хозяин поиграл с ними в мяч. На службе используются только девочки, потому что у них нет таких проблем, как у мальчиков. Они увлекаются девочками и отвлекаются от работы. У девочек таких проблем не бывает. Зима для спецназовцев выдалась горячей. В день случалось до 10 задержаний в разных точках области. В Самаре обезвредили две крупных межрегиональных дилерских сети, которые занимались оптовым сбытом новых видов синтетических наркотиков. В ходе операции изъято свыше 39 килограммов синтетики. Количество задержаний, да, оно идет постоянно, увеличивается, потому что увеличивается количество вот этих вот наркотиков новых синтетических, по которым сейчас активно работаем. За 12 лет своей деятельности управлением ФСКН по Самарской области из незаконного оборота изъято почти три тонны наркотиков. Благодаря успешным операциям до потребителей не дошло 12 миллионов доз. Марина Матвеевична, Павел Пресняков, События. Продолжаем выпуск. Региональный десант в составе команды «Навигатор-63». Участники военно-патриотических клубов готовятся к новому марш-броску. Они уже побывали на месте строительства Сурского рубежа обороны в Республике Мордовия. На этот раз автопробег пройдет по следам бойцов Третьей ударной армии. В учебниках истории о строительстве Сурского рубежа обороны написано всего пару строк. А ведь это был героический подвиг женщин и детей, в том числе наших земляков. В лютый мороз они рыли окопы и блиндажи, чтобы остановить наступление фашистских танков. Члены автопробега находили очевидцев тех событий и открывали для нас эту страницу истории. К участникам круглого стола они обратились с просьбой. Хотелось бы попросить, чтобы не забывали тех, кто отдал свои жизни, отдал свое здоровье на благо того счастливого, что у нас сейчас есть. Большой вот низкий поклон. Память о сурской странице истории теперь будут хранить воспитанники Чапаевской школы-интерната. В честь подвига строителей рубежа старшеклассницы несли почетную вахту на месте событий. Перед поездкой для всего коллектива интерната прошел урок памяти, очередной в цепочке военно-патриотической работы. Каждый эпизод, он важен, потому что в слиянии с другими эпизодами дети как-то эмоционально начинают проникаться, и потом какая-то элементарная частичка, где дети ведут переживания людей, когда начинают на себе как-то немножко переживать, как бы вживаться в эту систему, и вот тогда это появляется какой-то интерес. О мужестве русских и самарских женщин не забудут, пообещал собравшимся, председатель Самарской городской думы, лидер самарских единороссов Александр Фетисов. В ближайшее время в свет выйдет брошюра с рассказами очевидцев и историческими документами. Региональное отделение партии «Единая Россия» уже готовится изучить новую страницу истории. Очередной автопробег пройдет по следам бойцов Третьей ударной армии. Она была сформирована из частей соединений, которые прошли по площади Куйбышева 7 ноября 1941 года. В дальнейшем Третья ударная армия в составе Третьего Белорусского фронта участвовал в освобождении Белоруссии. И это уже будет международный у нас такой проект, который объединяет наши народы, и российские, и белорусские. Экспедиция по маршруту Самара-Москва-Минск должна стартовать в День Победы. Идею автопробега по телемосту одобрил председатель правительства России Дмитрий Медведев. В колонне планируют присоединиться военно-патриотические клубы, представители Союза женщин и колонна новых автомобилей автоваза. Эстафета памяти с площади Куйбышева пройдет через Поклонную гору до Кургана Славы в Белоруссии. Инна Сыпанченко, Дмитрий Мешканцов, События. Доступ к секретным данным и работа под прикрытием. Житель Самары Василий Ефимович Степнов для своей семьи всегда был преподавателем военной кафедры в Техническом университете. И только спустя годы родная дочь узнала, что ее отец – профессиональный разведчик. Даже после смерти офицера главного разведывательного управления, кавалера Ордена Красной Звезды, история его жизни остается загадкой для родственников. Идет сводный полк наркомата обороны, тогда это так называлось, не министерство, а наркомат обороны. И от папы я уже знаю, что это идут его фронтовые разведчики. Василий Ефимович Степнов – участник первого парада победы 24 июня 1945 года. Он из тех, кто раньше других узнал о крушении Третьего Рейха. Офицер главного разведуправления начал свой военный путь с монгольско-манчжурской границы. Участвовал в боях на Халхенголе. Потом была Советско-финская война, где Василий Степнов командовал ротой связи. Здесь он получил медаль за боевые заслуги. Рассказывал он, как это было сложно и тяжело, провода перебивались. Немцы днем, вот это свободное пространство на реке, простреливали. Только так, только голову кто-то поднимет и готов. А зимой они вешали осветительные ракеты. Было их светло, говорит, как днем. Ни днем, ни ночью через эту реку перебраться было практически невозможно. Но перебрались в конце концов. За участие в войне Василий Степнов получил орден Красной Звезды. В 1943-м Степнова решили отправить в Канаду в должности военного атташе. Руководство постановило, нужно жениться. Кандидатуру жены отбирали тщательно. И в итоге в качестве супруги начальство утвердило троюродную сестру Василия Ефимовича. У них родилась дочь, которая узнала о службе отца в ГРУ лишь в 80-х. Вспоминает, работа папы сильно влияла на климат в семье. Дисциплина в доме была железной. После смерти отца в 1999 году в наследство Ларисе Васильевне остались лупа, папка с документами и уникальные навыки. Я у него буквально с двух-трех лет была вместо записной книжки. Он мне говорил, доченька, запомни, пожалуйста, вот этот телефон пятизначный. И мне скажи, пожалуйста, вот такого-то числа, что нужно во столько-то позвонить. Я запоминала это идеально все и выдавала отцу эту информацию. Из семьи Степновых на фронт ушли 23 человека. Информацию о своих героических родственниках Лариса Васильевна по крупицам собирает уже более 10 лет. Уверена, ее отец был лично знаком с Вольфом Мессингом, хотя сам открыто об этом никогда не заявлял. Сколько еще не раскрытой информации, только догадывается. Но важно говорить, что история ее семьи не канула в лету, а в виде документов, фотографий и фронтовых писем сохранилась для потомков. Алина Чемерес, Станислав Левин, События. И у меня на этом пока все. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Центробанк намерен снизить ключевую ставку с 15 до 14%. И случиться это должно уже в пятницу 13 марта. Аналитики нескольких изданий решили, что девальвационные ожидания стабилизировались, а темпы ускорения инфляции замедлились. Поэтому жесткие условия кредитования, обусловленные существующей высокой ставкой, усиливают риски для финансовой стабильности. Правда, некоторые аналитики не видят никаких предпосылок для снижения ставки на ближайшем заседании Центробанка. В общем, подождем до пятницы, а понедельник покажет, чем все кончилось. Правительство будет устанавливать предельно допустимые оптовые цены в случае роста розничных цен на 30% и более на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в течение 30 дней подряд. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Эта мера не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, говорится в финансово-экономическом обосновании. Интересно, с чего начнут ограничения? С бензина или с коммунальных услуг? Отдых стал не по карману. По данным пограничной службы ФСБ России, в 2014 году число выездов за границу с туристическими целями снизилось на 4% до 17 миллионов 600 тысяч человек. Эксперты, кстати, предрекали 11% снижение. Между тем, как констатирует Федеральное агентство по туризму, предпочтения сограждан сильно изменились. В частности, сильно упала популярность в Финляндии. Количество туристов из России там снизилось на 58%. Китай потерял 28%, Канада и Мальта – 23%. Напротив, значительно больше туристов в прошлом году посетили Румынию. Турпоток туда вырос на 159%. В Литве турпоток вырос на 62%, в Венгрии на 54% и в Египте на 34%. Интересно, каковы будут результаты в этом году? Российский фондовый рынок открылся небольшим ростом. Индекс ММВБ в полюсе на отметке 1676 пунктов. Растут Алроса, Аэрофлот, Московская биржа и Мичел. Среди лидеров падения – АФК-система, КАМАЗ, Башнефть и Россети. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день снижением на фоне спекуляций на тему приближающегося повышения ключевой ставки Федрезерова. На азиатских площадках преобладает разнонаправленная динамика. Котировки черного золота продолжают снижаться. Курс доллара на 11 марта – 60,66 рубля, курс евро – 65,52 рубля. Золото стоит 2264 рубля за грамм. Серебро стоит 31,05 рубля за грамм. Цена нефтемарки Brent – 56,65 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. 600 миллионов рублей для хоккейной «Лады». Самарская дзюдоистка Ирина Заблудина – чемпион американского континента. Баскетбольная Самара в шаге от чемпионского титула. В очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Самара с Гео в гостях уверенно переиграла Химке Подмосковье. Уже после первой половины разница в счете в пользу экономистов равнялась 20 очкам. В третьей четверти стало ясно, кто хозяин на паркете – 73,52 в пользу гостей. В финале поединка самарцы успокоились, но нить игры химикам не отдали. В итоге победа Самары – 85,67 и уверенное второе место в турнирной таблице. В Сантьяго, Чили, самарская дзюдоистка Ирина Заблудина выиграла открытый турнир «Пан Америка». Она победила в весовой категории до 57 килограммов. На пути к золотой медали Ирина выиграла три схватки с американкой, англичанкой и испанкой. Две Заблудина завершила досрочно броском на Япон. Эта победа повысила олимпийский рейтинг самарской спортсменки. Ирина Заблудина уже принимала участие в Олимпиаде в Лондоне и сейчас ведет активную подготовку к играм в Рио-де-Жанейро. Финансирование хоккейного клуба «Лада» в следующем сезоне континентальной хоккейной лиги сохранится на прежнем уровне. А именно команда получит 600 миллионов рублей. Руководство «Лады» областной министр спорта Дмитрий Шляхтин и губернатор Самарской области Николай Меркушкин решило, что деньги поступят из губернской казны и от спонсоров. После возвращения в элиту европейского хоккея «Лада» в КХЛ заняла 11 место в Восточной конференции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова